Всем добра, с вами Клёва, и это бесполезные советы для начинающих свой путь в ДБД и не только для них. В данном видео я постараюсь поделиться своим весьма скромным опытом, дабы вы не совершали моих ошибок. Вы же в свою очередь можете потратить немного своего времени на такие элементарные действия, как поставить данному видео лайк, подписаться на канал, шлёпнуть как наш любимый призрак по толточку. Ну а после просмотра можно и комментарий оставить, в котором вы, самые клёвые зрители ютуба, сможете поделиться своим опытом в ДБД и дать наиболее полезные советы. Ну а после я их все соберу, отсортирую и создам новое видео, но уже с вашими советами, гайдами, билдами и всем прочим. Давайте делиться хотя бы опытом. На этом я закончу тратить ваше время и перейду к делу, а вернее к советам. Совет номер один. Если у вас нет ДБД или же есть, но вы никогда её не запускали, то это совет для вас. Держитесь подальше. Честно. Затянет похлеще каких-нибудь танков, кеосов, доты и прочей лабуды, в которой люди тратят время вместо того, чтобы наслаждаться жизнью. Совет второй для тех, кто не послушал первый. Начинайте свой путь с урвами. Ни в коем случае не маньяками. Для того, чтобы поймать сурва, надо научиться думать как они. Да и в целом, как по мне, за сурвов бегать немного веселее, чем за стандартных маньяков. Ну в коеме, разумеется, нюрсы, но там опыт нужен немного иной. Ну и чтобы далеко не уходить, сразу включите визуальное сердцебиение. Полезная штука. Не всякий маньяк сможет приблизиться к вам незаметно. Раньше с этой проблемой помогала кошка, но увы. Разрабы любят херить интересные навыки. Совет третий. Пройдите обучение. Начинать свой путь в мире сущности с долой жопой, разумеется, в переносном смысле этого слова, не стоит. Зато получите нехилое количество местной валюты. В самый раз хватит затариться неплохими навыками и добыть необходимые расходники. Наиболее полезными будут аптечки и инструменты. Ну и усилители для них. Все это, кстати, покупается в кровавой паутине. Отдельно для каждого персонажа. Кого же выбрать первым? Об этом вы узнаете очень скоро. Совет номер четыре. Начальных персонажей не так много, но выбор нужно делать сразу. И он есть. Выбирайте Мэтт Томас. Именно ее навыки поможут вам прожить немного дольше. И даже дадут шанс на спасение в безвыходной ситуации. И самым ярким примером является навык адреналин. Да, навык весьма ситуативный, но по своему опыту хочу сказать. Он не раз спасал меня. Отхил одного уровня здоровья и пятисетутное устарение – это весьма полезная вещь. Из минусов у нас лишь усталость. Но это небольшая цена за шансы спастись. Спринтер тоже весьма хорош. Допустим, чините вы генератор. И тут, откуда ни возьмись, появился убийца. Как быть, бежать. Причем 3 секунды вы будете бежать, но очень быстро. Есть, конечно, и побыстрее маньяки, но их мало. И у них свои минусы. И не забывайте про усталость. Ну а быстрый и тихий поможет вам с разбегу влететь в штраф без шума и пыли. Ну или преодолеть препятствия. Тут желательно следить за ТД. Итак, персонажа выбрали. Пора дать ему хорошие навыки. К счастью, среди общедоступных их очень много. Я подскажу наиболее интересные и полезные в следующем совете. Совет номер 5. Первый навык полезен всем. Как новичкам, так и старичкам. Так как количество часов не всегда показатель умения. И люди с опытом порой творят неслыханный бред. Основная цель сурвов это починка 5 генераторов из 7. Они разбросаны по локарсой. И в данной игре есть такое понятие, как треугольник. Это 3 генератора, которые расположены очень близко друг к другу. Это не обязательно треугольник. Иногда это почти прямая линия. Но суть вы поняли. Так вот, когда в финале остается такая вот фигура, это очень плохо для сурвов и очень хорошо для маньяка. Защищать такие дины проще простого. Сурвы, конечно, рано или поздно их починят. Ну или полягут. Тут все зависит от опыта. Но как же бороться с таким явлением? Особенно, когда рубаешь в первый раз и не знаешь, где находятся генераторы. Для этого есть дежавю. Он показывает вам ауры трех находящихся рядом друг с другом генераторов. Заметьте, не рядом с вами, а те, что находятся близко. Тот самый треугольник. Ваша задача разбить этот треугольник. Плюс эти три генератора вы будете чинить на 6% быстрее. И поверьте, 6% это не так мало, как 4% самоспрыга. Но все же меньше, чем 3% спешки. Вот такая забавная математика в ДБД. Но я отвлекся. Починка одного из таких генов, иначе говоря, разрыв треугольника, приведет к тому, что дежавю покажет вам следующий треугольник. Ваша цель сделать так, чтобы финальный треугольник выглядел как можно нелепее. Вот такой вот чудесный навык. Теперь перейдем к следующему, а вернее, сразу к треугольник. Время от времени будет случаться неприятность. Что-то кажется о тюке. И тут нам поможут кровные узы. Если повесили вас, то все сурвы будут видеть ауры друг друга. А значит будут знать, идет кто-либо к вам на помощь или нет. Плюс к этому. Если убийца будет шататься в радиусе 16 метров от вас, то его аура также будет видна всем. Это очень поможет в дальнейшем спасении. Плюс, если же маньяк ушел от тюка, то всем будет видно, в какую сторону он идет. Если же повешали не вас, то данный навык поможет лишь вам. Вы будете видеть ауры напарников и маньяка. Что тоже неплохо. Спасение товарища станет довольно простым делом. Впрочем, нет предела совершенству. Спасение товарища может быть еще более изящным. С навыком мы справимся. Сняв товарища, вы на 90 секунд превращаетесь в хилищую машину. Но, проще говоря, лечите других на 100% быстрее. Это ли не чудо? Нет. Чудо это навык возрождения. Вылечив напарника, вы активируете данный навык. После же того, как вы немного повисите и вас снимут, вы получите неплохой бонус. Нет, вы не станете гулять по воде, как в песне поется. Вы получите ослабление на 20 секунд. Ну, или на 28. Зависит от уровня навыка. Так вот, после того, как ослабление пройдет, вы мгновенно исцелитесь. Вот такая награда за добрые дела. Впрочем, данный навык я все же использовать не советую. Все-таки использовать можно лишь 4, но для разнообразия можно и с ним пару каточек пробежаться. Плюс, не всегда исцеление пойдет на пользу. А вот следующий навык будет полезен абсолютно всем. Всякое случается в мире сущности, и иной раз вражина вас ударяет, но не успевает добить. Лечить вас некому, аптечки нет. Приходится делать дело, несмотря на боль и лужи кетчупа, что выливаются из вас. Забавно. Из кого-то сыпется песок, а из кого-то кетчуп льется. Ну да ладно. Как говорил Пластик, всегда надо искать позитив. Сломал ногу, можно посидеть дома и порубать в ДБД. Упал и разбился телефон, зато с работы выходной не позвонят. Порвался презерватив. Но тут позитив только как рифма. Но как вы понимаете, дело не в этом, а в том, что ваш персонаж получил рану. Да где тут плюсы? Плюс вам подарит один интересный навык. Устойчивость. Лучше всего максимального уровня. Плюс 9% к починке, лечению, отшиванию сундуков и ворот, ломанию тотемов, снятию струка, и разумеется преодолению препятствий. Поверьте, 9% это много. Вы даже лечиться не захотите, но лучше при возможности это сделать. Лучше чинить медленно, но здоровым, чем быстро, но упасть с одного удара. Есть немного похожий навык. Этому не бывать, но я его не советую. Он увеличивает зону отличной реакции на 30%. Поверьте, это хрень. Если вы не можете попасть в обычную, то данный навык вам не поможет. Учитесь попадать в отлично, но об этом опять-таки немного позже. Другие навыки из общедоступных, конечно полезны, но не так, как те, что я назвал. Надежда и Никто не остался позади, работают лишь после полной починки всех динов. Ну или если вражинно зашел люк. Как по мне, адреналин в данном случае будет полезнее. Внутреннее исцеление, конечно, неплохой навык, но он целиком зависит от тотемов, а их не так просто найти. Особенно, когда нужны. Но тратить ячейку еще и на мелкую дичь, я считаю просто бредом. Хранитель неплох, но мы справимся полезней. Остальные перечислять не буду. Что по билду, ну тут, как говорится, экспериментируйте. Ищите свое. От себя могу посоветовать. Адреналин, дежавю, устойчивость, и мы справимся. Со временем, конечно, у вас появится гораздо больше навыков, но об этом немного позже. Ведь до новых персонажей еще далеко, а рубать надо уже сейчас. Совет номер 6. Расходники. Все расходники важны, все расходники нужны. Такого бреда вы, мои клевые зрители, от меня в данном видео не услышите. Итак, приступим. Аптечка. Спасибо разрабам. Теперь для тех, кто лечит лишь себя, нет разницы, чем лечиться. Но вот аддоны надо выбирать с умом. 24 секунды за махила, это очень долго. Есть, скажем так, аддоны на увеличение скорости лечения. Так вот. Это мусор. Проверено на личном опыте. Одна ошибка, и вы остались без хила. Для тех, кто много ошибается, лучше брать дополнительные заряды. Проще говоря, бинты. Но. Всегда есть но. Если вы меня послушались и научились попадать в отличную проверку, то для вас есть особенно полезные аддончики. И горка и нитка, а также хирургическая игла. Повышает шанс появления проверки реакции и в то же время увеличивает прогресс за отличные проверки. На два хила, конечно, не хватает. Но все равно весьма неплохо. А главное, невероятно быстро. Ну и для опытных, лучший билд аптечки это повязка плюс шприц. Для отхила во время мансов. Из минусов, шприцы тратятся по-любому. Их очень мало. Инструменты или в простонародье тулборсы. Тут уже разница, в отличие от аптечек есть. Количество зарядов плюс специализация на починку или же поломку. И нет, сломанные тюки весьма быстро восстанавливаются. А потом не стоит их ломать бездумно. Для починки советую один билд. Катушка на плюс к зарядам и разумеется новая деталь. Проходите одну сложную проверку реакции и количество зарядов для данного генератора станет меньше на 10. Навсегда. Как бы маньяк не пытался его сломать. Это шикарно. Что же, по самим инструментам. Ну, я использую с ивента. 32 заряда. Возможно, на следующем ивенте в продаже появится что-то похожее. А то мои запасы слишком быстро тают. Фонари. Фонари для задротов. Не используйте их. Если у вас есть друзья, то потренируйтесь слепить их в частных матчах. Ну и небольшой пример из личного опыта. Посмотрите на этих людей и как синхронно они на последних секундах взяли фонари. Мастера, ребята. А теперь посмотрите на результат данного матча. Думаю, вам понравится. Один навык полностью уничтожил их желание послепить маньяка. Если видите, что фонари есть минимум у двух сурвов, не берите фонарь. Если маньяк не идиот, он возьмет детище света. И вы просто потратите свой фонарь в пустую. Ключ же довольно полезная вещь. Сплетенное кольцо позволит вам его не потерять после смерти. Молитвенные четкие веревки продлят его срок службы. Обручальное кольцо позволит вам постоянно, не тратя заряды ключа, видеть объект одержимости. Это очень удобно. Ну и самое клевое. Кровавый янтарь позволит вам видеть ауру убийцы в радиусе 32 метров. Это очень помогает в определенный момент. Заряды, правда, тратятся очень быстро. А потому использовать данный предмет нужно с умом. Карты. Лично мое мнение, единственное полезное это радужное. И то, если у вас задание на поломку тотемов или ваш противник траппер. Весьма редкая вещь лучше приберечь. Совет номер 7. Финальный. А потому самый важный. В ДБД и не только есть одно весьма устойчивое выражение. Альтруизм убивает. Что это значит? Все просто. Видишь, что кого-то повешали? Не беди сломя голову спасать. Особенно, если повешали в подвале. Особенно, если повешали двоих. Ну или все гены подчинены. У маньяка может оказаться наед, тогда вам всем пиздец. Так вот, отчасти это правда. Неприятно говорить подобное, но увы, случаи, когда ты спасаешь человека, но в итоге умираешь, происходят. А потом этот самый человек пишет в чате слова по типу «А с хера ли я должен тебя спасать?» Но запомните, на каждый подобный случай, на каждую подобную особь наберется не менее пяти действительно шикарных матчей, в которых команда без какой-либо связи работает как слаженный механизм и маньяк остается ни с чем. Как пример, один из недавних матчей, два сурва оказались в подвале и я пошел их спасать. И спас обоих ценой нокаута с последующим повесом. Дурак, вы можете подумать. Но вот, что случилось дальше. Раненый сурв, один из спасенных мной, вернулся за мной в подвал, из которого мы бежали вместе. Пусть и благодаря ошибке маньяка. Ну а дальше все как по часам. Финальный ген, два спасения, лечение и спасение всех. Сущность долодна, а мы победили. Ради таких моментов стоит одно раз исцнуть и в казалось бы безвыходном положении победить. И не только в ДБД. Как говорил Задорнов, хороших людей больше, но плохие лучше организованы. Так вот, может пора и хорошим организоваться? Сначала в ДБД, а потом за его пределами. Впрочем, не стоит забывать и другое выражение. Доверяй, но проверяй. Но так, чтобы ненародом не оторвить. Ну а тех, кто вас подвел в ДБД, на все эти случаи запомните. Или запишите. И в другой раз не спасайте. Пусть дохнут от земли или на чуке. Не доходит по-хорошему, да идет по-плохому. На этом, пожалуй, данное видео можно бы и закончить. Советов еще много, но времени-то мало. Впрочем, всегда можно найти место для бонусного совета. Или двух. И данный совет будет о приобретении новых персонажей. Кого купить первым? Разумеется, за внутридровую валюту. Первый сурф это Кейт с Дэнсом. Ее навык уникальная возможность просто незаменим в мансах. Ведь теперь вы будете видеть расположение окон и досок. Что может быть лучше? Да ничего. А вот лучше спринта у нас будет гибкость. Навык Фэнг Мин. Теперь быстрый бег будет срабатывать лишь после быстрого преодоления препятствий. А не после нажатия кнопок Shift-V. Что весьма неудобно при переходе от одного гена до другого. Усталость-то никто не отменял. Есть еще ударный забег у Ли Юн Чин. Ускорение после релушения монеты Дестрой. Усталость в два раза меньше. Но и палеты могут довольно быстро закончиться такими темпами. Так что выбирать вам? Лично я советую Фэнгу. Ну теперь точно все. Всем пока. Пусть все у вас будет клево. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok